Доброе утро! Кто рано встает, тот совершенно точно не Холли Галайтли. Пять часов? И кто готов приготовить себе завтрак самостоятельно, тоже не она. А кто увековечил магазин со сверкающими в витринах украшениями и образ молодой легкомысленной нью-йоркской жительницы, прогуливающейся со стаканчиком кофе возле него, тот Трумэн Капоте. И немножечко Одри Хёбберн, ибо образ, который создала на экране она, значительно отличается от того, какая Холли в книге и во многом более популярен. Стоит переодеться и отправиться завтракать в Тиффани вместе с Трумэном Капоте? Книжная, идущая легко по своей вандерфул лайф Холли, тоже не страдает от отсутствия популярности. О ней есть удача в весь город. Ее фотографии печатают в газетах, ее трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Да-да. Потому что Холли – это праздник, который, увы, не всегда с тобой. Она даже не сама с собой. Ну, то есть, сама с собой она не всегда в ладу. Не знает толком чего хочет. Думать ли об этом сегодня или подумать завтра? Как назвать собственного кота? Я не имею права давать ему имя. Мы не принадлежим друг другу. Повстречались, вот и живем вместе. Настроение у меня сегодня неясное. И погода, в общем-то, тоже. Возможно, с запада придет сложный циклон эмоциональных фронтов. И захочется прямо-таки на стенку лезть. Не нужно лезть на стенку. Нужно обязательно пойти в то место, где ты не попадешь под зеленую тоску. Холли – диковинная перелетная птичка. Меняют ухажеров, города, людей. А кто все эти люди? Откуда мне знать? Друзья друзей? Неизменным, пожалуй, остается только ее место под солнцем, которое в любое время, в любые сезоны и даже почти при любой погоде она находит в Нью-Йоркском магазине. Хоть! Каша из них не сварит даже Холли Галайтли. Да она никогда особенно-то и не пыталась. Мы толком и не знаем, чем она питалась. Легкая как пушинка, не только по весу, но и по характеру, Холли – мечтательница, всегда головой в облаках и экзотических странах. Может быть, эта мечтательность и привела ее к некоторым кулинарным экспериментам. Надеюсь, ты любишь курицу с рисом, шафраном и шоколадом. В которых она пробовала готовить нечто уж совсем экстравагантное и… Совсем безуспешно. Мы не будем за ней повторять. Любопытно, какие экзотические рецепты сегодня в моде. Кажется, определилась. Приготовим простое и приятное дополнение к завтраку – круассаны. Но сделаем их с разными начинками из экзотических, в том числе, фруктов. Холли бы понравилось. Нам понадобится слоеное тесто. Берите покупное. Самостоятельно делать его очень сложно. Холли бы точно не стала запариваться. Консервированные кусочки фруктов. Чем экзотичнее, тем интереснее. Но тут полностью можете полагаться на свой вкус. Яичный белок. Сыр можно брать обычный, можно брать плавленый. Это, опять-таки, на ваш собственный вкус. И съедобное конфетти в качестве украшения. Тесто раскатываем, нарезаем полосками. А полоски – большими треугольниками. В эти треугольники кладем кусочки фруктов и сыр. Можно их перемешать между собой, можно и нет, как хотите. На противень кладем бумагу для выпекания. Начинаем скручивать наши круассаны от большой части треугольника к маленькой. Когда это сделали, добавляем к круассану форму полумесяца и отправляем на противень. Для того, чтобы круассаны подрумянились как следует, смазываем их яичным белком. А для того, чтобы они получились, ну, очень красивыми, как бриллиант, присыпаем их вкусным конфетти. Вот и все. Теперь они готовы отправиться в духовку. Совсем ненадолго, на минут 15-20. Ну, а мы пока можем сварить кофе. Как это делается, думаю, вы все знаете. Готовый кофе переливаем в одноразовый стаканчик и добавляем сахар и сливки по вкусу. Но что толку от круассанов и от кофе, если их невозможно забрать с собой, чтобы завтракать у Тиффани? Эту ситуацию срочно нужно исправить. Мы сделаем еще и красивый пакет, куда это все можно будет сложить и отправиться в любимое местечко с любимыми вкусняшками. Для гифт-пакета своими руками нам понадобится-то всего ничего. Красивая бумага, клей-карандаш и котик, который будет вечно лезть под руку и мешать, и напрашиваться на то, чтобы его в этот пакет засунули. Для начала нашу красивую прямоугольную бумагу нужно сложить пополам. Теперь края нашего будущего пакета с обоих сторон необходимо загнуть внутрь. Затем промазать эти части клеем и склеить между собой. Теперь делаем дно пакета. Загибаем одну третью часть. И дальше смотрим видео, потому что я не знаю, как это описать словами. Ну, посгибали, посгибали, проклеили, снова согнули, снова проклеили. Али-хоп, все получилось. Когда дно пакета готово, нужно сделать ему объемные бока. Как это еще назвать, ну? Согните его с двух сторон. Туда-сюда, раз-раз. Теперь можно его распрямлять. Все, модное вместилище для кофе и круассанов готово. Ну и для котика, конечно же, для котика. Куда же без котика? Котик мой. Котик мой. Или в каком-то другом месте. Ну а я, пожалуй, отправлюсь пить свой кофе и есть свои круассаны. На какую-нибудь скамеечку в парке, где можно читать любимые книги. Ставьте лайки. Они для меня дороже, чем все бриллианты Тихони. Так что почаще заглядывайте на мой канал. Ну а пока я очень сильно проголодалась. И уже, пожалуй, что пойду. Пока. Привет. Привет. Что поделаешь? Пишу. Это хорошо. Все, очень хорошо.